всем привет дорогие друзья очень рада всех вас видеть на моем канале Бонькин Дом сегодня дорогие друзья я решила приготовить плов но плов у меня будет такой ближе к диетическому я его сделаю друзья из курицы вот такая вот курочка у меня лежит хорошая цыпленочек вернее бролерный очень хороший цыпленочек запаха нет я его сейчас разделы друзья мои потом нашинкую брусочками морковочку и лучок это все что нужно будет мне для плова конечно специи чеснок я добавлять не буду туда сейчас моя задача разделать вот этого цыплака не знаю что сегодня происходит с моим телефоном друзья мои я уже и так его вроде поправила и так по правилам быстренько разделы при помощи тополика вот такой вот у меня есть тополик старенький из прошлых лет мне уже немножко здесь ручка поломалась ну как короче стала но тем не менее у меня выручать когда нет мужчин а мне нужно срочно что-то разделать или вот цыпленка или вот порублю потом его но сначала конечно я сделаю здесь надрез друзья мои друзья мои вчера я снимала видео о кулинарной книге о кулинарной книге советского союза выпущенной 1965 года маленько притупился у меня конечно мой но ничего я справлюсь друзья мои хотя у меня силы не такие как у мужчин у меня сын вообще лихо с этим делом справляется я конечно дольше то есть под весом этого топора мой цыпленок потихоньку начинает поддаваться мне друзья так вот насчет этой книги друзья мои вчера тоже насмотревшись картинок начитавшись рецептов решила с вами поделиться ну и конечно хотелось бы узнать ваше мнение я там написала в описании ваше мнение как вам эта рубрика нравится она вам или нет у меня например есть книги которые тоже остались от свекрови мне эти книги она очень хорошо шила эти книги о моде прошлых лет журналы одежды модные журналы прошлых лет по вязанию по одежде вот может быть кому то тоже интересно посмотреть вот я полистаю посмотрим что-то вспомним такая знаете рубрика воспоминаний мы что-то я подготовилась не очень как всегда знаете торопишься вот решила я вот ножик свой на бруске подточить делаю так это все быстро и хорошо мне этот брусочек ножичек не отточит знаете сколько не покупала всех этих точильных премудростей в магазине в своей жизни знаете ни одной я не пользовалась выбрасывала потом потому что все они оказались они не точат лезвие ножа совсем не точат а вот этот брусок ему уже сто лет и вот я им пользуюсь опять же в отсутствии моих мужчин ну когда мужчины рядом они конечно мою просьбу выполняют и затачивают там них станок есть специальный а это вот так вот знаете внезапно заступилась и начиная разделывать сначала конечно же я хочу вырезать грудку разделываю друзья мои по-своему как умею как привыкла где-то ломаю вот видите хорошо ролик отдается легко вот сейчас грудочку здесь тоже отдельно мы с ним потом котлетки сделаем с грудки я делаю котлетки фаршик косточки можно на супчик вы сами понимаете что безотходное хозяйство у пенсионеров у них безотходное хозяйство и так друзья мои вот так вот я разделала курочку сейчас я отложу здесь себе на пловчик остальное в морозилочку пакетик пакетик порозилку и все друзья мои пусть это миску ожидает какого-то до другого блюда сейчас я вот это отложу еще одна ножка у меня тут осталось друзья мои и все и приступим к нашинкованию лука и морковочки нашинкую морковочку нашинкую лук так ну вот это вот мне как раз хватит на плов сейчас разогретую сковородку с маслом подсолнечным и запаха прокалю масло хорошо и туда значит буду забрасывать мясо птицы так друзья мои так продолжим поставила я сковороду свою на плиту сейчас я налью масло подсолнечного много и пусть масло покалится тогда буду бросать так друзья мои вот такая огромная морковочка я думаю что ее хватит одной и быстренько быстренько я буду значит нарезать друзья мои так что пишите в комментариях как вам последнее видео по поводу обзора книги советского союза я думаю что у многих женщин в многих семьях сохранились такие книги есть еще книги по домоводству уже где-то у меня эта книга есть есть по вязанию знаете там такие простые схемы и вот сама то не вижу часто и много не вижу есть вообще люди там платья вяжут меня свекрова очень хорошо вязала вот у него много книг по вязанию журналы и там знаете такие схемы простые уж насколько я как бы не ас в этом деле по вязанию что этом шарик могу связать и все ну а если посидеть поучиться то я думаю это дело можно вселить главное чтобы временно все на это было но не об этом разговор хотелось бы так сказать в процессе работы и поговорить опять же про отписки подписчиков вот эта тема так сказать уже задержанная но больная друзья мои больная тема стараемся спокойно реагировать но тем не менее мало того что отписка подписчиков друзья мои еще и отписка часов напишите пожалуйста мне в комментариях у кого часы описывает youtube вот у меня помимо подписчиков ну сейчас не так много описывает подписчиков а вот часы не знаю прямо что-то такое невероятное знаете друзья это прямо настолько как сказать будоражит нервы мягко говоря что каждый день посмотришь на этот счетчик главный счетчик вид айкью до висит одна и та же постоянная цифра не меняется по часам а youtube вот где монетизация вот это вот по часам и по подписчикам там постоянно происходит изменение в общем друзья мои сами понимаете нервы имеет надо железные стараться на это не обращать внимание включать оптимизм и продолжать заниматься своим каналом вот как вот вы переносите все это друзья мои пишите в комментариях не интересно почитать как вы справляетесь то бывает у меня тоже вот стараешься что-то делаешь да как-то а потом раз часы убрали раз подписчиков убрали я уже боюсь на кого-то подписываться и вы знаете и посмотрела свои каналы тоже смотрю там люди ко мне не вообще не приходят не заходят знаете из каких-то прошлых прошлых лет еще даже когда у них канала не было в общем тоже провожу такую работу и каждодневную конечно убираю тех людей которых я вообще не знаю и которые вообще вовек ко мне не заходят друзья мои а что приходится делать потому что как бы получается подписок много а подписчиков то совсем и нету вот такая понимаешь ли разбежка во всем этом все мы знаем что не просто не просто сейчас работать только на чистом оптимизме на чистом оптимизме интересе к этому делу то есть как бы тебе должно это нравится если тебе не нравится тут тебя надолго не хватит если только равно цель преследуешь что только достигнуть монетизации и все то есть ты вот только с этой мыслью работаешь потому что никто ничего не знает вам даже никто не знает что будет завтра дорогие